МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. Соколовский рубеж. Жители поселка обратились на телевидение, как в последнюю инстанцию. По их мнению, полицейские никак не реагируют на сложившуюся здесь криминогенную ситуацию. Почему гаснет факел, а Рязань не избежала конфуза с Олимпийским огнем? Возможно, разработчиков конструкции ждет разбирательство в Следственном комитете. Бирюлевское эхо. Комментарии православного священника. А теперь обо всем подробнее открывает программу репортаж, снятый нами сегодня в поселке Соколовка. Местные жители обратились в нашу телекомпанию, как в последнюю инстанцию, с просьбой привлечь внимание правоохранителей к ситуации, которая может закончиться трагическим. По словам обратившихся, речь идет об откровенно криминальной ситуации, связанной с выдавливанием мелкого бизнеса из конкурентного поля. Угроза убийством, поджоги торговых павильонов, заявления в отделении полиции – все это наличествует. Нет лишь никакой реакции правоохранителей на происходящее. Прежде чем показать сюжет, давайте вспомним события в Бирюлево. А не с этого ли начался криминальный беспредел на столичное окраине. Не с того ли, что жители требовали у полиции защиты, а в ответ, как говорится, тишина. Вот и рвануло. Сейчас верхние власти увольняют Бирюлевское полицейское начальство, пытаются обеспечить безопасность людей, наводят порядок на плодовощной базе, превратившийся в огромный притон. Для этого надо было, чтобы погиб 25-летний местный житель. Иначе правоохранительную машину, особенно на местах, с этого самого места не сдвинуть. Из служебного кресла разросшиеся полицейские ягодичные мышцы уже, наверное, никак там было не вытащить. Ну, это предисловие. Теперь наш сегодняшний репортаж из Соколовки. Сразу скажем, национальной подоплеки в изложенных фактах нет, зато криминала, чувствуется, хватает. На центральной площади в микрорайоне Соколовка эта фруктовая палатка не работает уже несколько дней. Продавцы говорят, что причиной этому стали непрекращающиеся угрозы со стороны конкурентов. Конфликт, по их словам, длится уже довольно давно. Пару лет назад неизвестные избили хозяина киоска и его дочь. Чтобы как-то защититься, люди установили по периметру своей палатки камеры видеонаблюдения. Также сейчас они выходят на ночные дежурства. По их словам, сначала неизвестные облили автомобиль управляющего кислотой, а на прошлой неделе киоск пытались поджечь. На следующий день, 11 октября, соответственно, предприниматель Махмудян, который владеет этой палаткой, и мой брат, который работает здесь с управляющим, написали заявление в полицию о поджоге. Сразу же, в этот же день, реакция была не со стороны полиции, а со стороны преступников. Стали поступать угрозы. Угрозы стали поступать от лица кавказской национальности. Как-то не принято называть преступников, пока их суд, скажем так, не признал преступники. Но угрозы, можно сказать, когда поступали, они поступали от водителя магазина, который здесь находится буквально недалеко, тоже в 50 метрах. По словам владельцев палатки, на все заявления в правоохранительные органы по фактам этих преступлений вразумительного ответа не последовало. В обоих случаях преступников так и не нашли. Сейчас после поджога люди боятся потерять не только имущество, но и свою жизнь. Мы боимся за нашу жизнь. Что они от нас хотят, не знаю. Вот эти законы горные, они должны понять, что здесь не та страна. Тут Россия. Не надо, если вы не любите... Вот мой муж русский, они не любят русские. Они говорят, мы тут короли Соколовки, мы тут все купили, все, служите нам. Не допустить разжигания международной розни, потому что терроризируют лица кавказской национальности. Мы с братом русские, девушки, которые здесь работают, они россиянки армянского происхождения, но родились и выросли в этом городе, в нашем Рязани. Вот, соответственно, ни в коем случае это никакая не межнациональная рознь, это настоящее преступление, которое необходимо расследовать в кратчайшие сроки. Впрочем, по словам местных жителей, в районе Соколовки законность не действует уже давно. Вот видео все с тех же камер видеонаблюдения, установленных на торговом киоске. Люди говорят, что драки на центральной площади Соколовки происходят чуть ли не ежедневно. Полицейских же патрулей здесь горожане не видели уже давно. Вот и выходит, что обуздать уличную преступность местные полисмены то ли не в состоянии, то ли заниматься ей не хотят. Торговцы почти уверены, что и недавний поджог останется нераскрытым. Однако сдаваться и закрывать свою торговлю фруктами они не намерены. Сейчас они написали заявление в Рязанскую прокуратуру. Что касается берлевских событий, то сегодня в программе по поводу того, что там произошло и происходит в обществе, комментарий священника Павла Конькова. Ситуация очень сложная и во многом даже страшная. С религиозной точки зрения любое убийство – это зло, и любой убийца должен быть наказан. Это не противоречит ни христианскому закону, и тем более христианство в этом плане поддерживает государственные законы. С точки зрения межнациональной проблемы здесь заключаются не только в том, что у нас много мигрантов или люди, приехавшие на зарубки, ведут себя не совсем корректно. Эта проблема у нас уже больше двух десятилетий на самом деле. И об этом все прекрасно знают. И во всех регионах нашей страны подобные ситуации присутствуют. Страшно то, что только при условии активного возмущения людей власти предприняли активные попытки что-либо сделать. Информация к размышлению. Вчера вечером в Москве в храм Григория Неокисарийского ворвалась группа вооруженных хулиганов, как сообщают очевидцы восточной внешности. Шпана орала матерное ругательство, угрожала богомольцам пистолетом. Фотографировались хулиганы с оружием на фоне алтаря, когда настоятель попытался урезонить наглецов. Один из нападавших приставил к его лицу пистолет с угрозой разнести голову. Полицейские задержали нескольких негодяев. Возбуждено дело по статье хулиганства. Трое из четверых пойманных – это жители Москвы и Московской области. Один из нашей Рязани-матушки. Как только земля носит. Теперь о вчерашнем олимпийском факельном пробеге. Прошло все без происшествий, торжественно и вроде бы относительно ровно. Хотя, конечно, не без помарок. Во-первых, олимпийский огонь, конечно же, пару раз погас. Конфуз, например, случился на площади Победы. Его удалось снять внимательным наблюдателем. Да и само перо «Жар птицы», как называют факелы разработчики, вызывает немало вопросов. Дошло до того, что, как сообщают федеральные источники, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов потребовал проверки расходования средств на изготовление олимпийских факелов и причины их неисправности потребовал от Следственного комитета. Вот что он сказал. Олимпийский факел погас уже несколько раз в прямом эфире центральных телеканалов. Изверения организаторов в стандартности ситуации, в том, что случаи, когда факел не загорался, не так редки, неубедительны. По информации газеты «Ведомости», на изготовление 16 тысяч факелов было потрачено 207 миллионов рублей. При этом организаторы доверили изготовление Красноярскому маршзаводу, производящему, по информации газеты, межконтинентальные баллистические ракеты. О каких баллистических ракетах может идти речь, вопрошает депутат, если они там не могут изготовить даже безотказно работающий факел для Олимпийского огня? Так что не мы одни среди угасших. Зато на площади Победы в Рязани нам удалось снять эпизод, который иллюстрирует, как сурово работает Олимпийская охрана. Сегодня стало известно, что Олимпийский факел благополучно добежал до Владимира. Ну еще бы! С такими-то богатырями огненной дружины. Грохочущее известие пришло из Касимова. Здесь вчера развалилась стена торговых рядов федерального архитектурного памятника старинного города. Эх, не доглядели за культурным достоянием ни депутаты недавно избранной городской думы, ни новой администрации Касимова, ни его скандально знаменитой глава муниципалитета Федор Проваторов. Рухнула стена, которая запечатлена на фото еще живой, но с огромной трещиной. Так местные жители еще в мае пытались привлечь внимание властей. Вот, дескать, смотрите начальники, стеночка-то еле дышит. Но у начальников, видимо, были дела поважнее. А ведь все-таки памятник федерального значения рухнул, а не пивной ларек. А в скольких замечательных художественных фильмах мелькают Касимовские торговые ряды. Любят этот город режиссеры. Случай красочно иллюстрирует административные нравы Рязанской периферии. Рушится, значит, ну и пусть. Вот рухнет, так и будем соображать, что делать. Между тем местные жители возмущаются. Стена дышащая, наладан. Даже не была как следует огорожена. Ажурный заборчик не в счет. А здешняя ребятня облюбовала полуразвалившиеся здания для игр. То ли в индейцев, то ли в бандитов и олигархов. Хорошо, что стена рухнула, когда поблизости никого не было. А то ведь закончиться все могло. Ой, как плохо. Вот это о чем говорит? О том, что объект был в крайне плачевном состоянии. Никто, собственно, ничего из заинтересованных орденов не делал. Поэтому просто сейчас будем готовить обращение, которое подпишу я, может быть, еще некоторые депутаты Касимской городской думы, которые будут направлены в Министерство культуры Мединскому. Я думаю, что, может быть, какой-то результат будет. Потому что на этот год никаких средств на ремонт торговых рядов Касима не выделялось. Возможно, подвижки будут на следующий год. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи завтра, как обычно в программе «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова